Добрый день! Сегодня поговорим о правилах управления активами. Я о них уже говорил много раз, но это не важно абсолютно, потому что у людей постоянно возникают одни и те же вопросы. Значит, я буду рассказывать только аксиомы от слова «это именно так» и по-другому быть не может, и никакие другие варианты не обсуждаются, потому что просто поверьте моему опыту в реализации, так сказать, управления активами, что нет времени просто со всеми вот это обсуждать и дискутировать. Многие люди просят с ними встретиться, иногда я с ними встречаюсь, они приезжают, прилетают в Прагу, как правило, в каком-нибудь хорошем месте, мы садимся для долгой беседы, люди начинают задавать вопросы, и я им просто читаю лекции, объясняю им, как оно происходит. И особенно молодежь, талантливая молодежь, которая сама торгует, которая разбирается в каких-то, может быть, современных вещах, не знаю, может, в криптовалютах или еще где-нибудь в блокчейне, в чем-нибудь разбирается, а они говорят, а вот это же вот, вот так же вот говорят, вот я вот это вот же знаю, понимаете, то, что вы знаете, то, что вам говорят, это абсолютно не означает, что вы это взяли в правильном месте. Почему вы решили, что вы какую-то информацию взяли в правильном месте? То есть вы не знаете, из какого места вы берете, может, этот колодец отравлен, может быть, он чумой отравлен уже 500 лет, вы из этого колодца берете какую-то информацию, в себя вкладываете, а потом еще пытаетесь об этом дискутировать. И тогда зачем, как бы, добиваться, там, не знаю, встречи со мной, или чтобы я вам объяснил, если у вас все равно есть какой-то свой, якобы, бэкграунд отношения к этой проблеме, и вы все равно пытаетесь как-то в этом моменте развиваться. То есть, да, получается у нас первый пункт. Изначально хороших специалистов по этой теме, которые попадутся вам, вообще просто их нет. То есть их нет. Вот я лично их за 20, там, последние 5 лет, ну, интернета, допустим, он активен в плане трейдинга, когда кто-то, стали появляться всякие инфо-цыгане и прочие там обучающие. Может быть, он активен лет 15, да, но вот я не встретил ни одного, кто бы сказал правильные вещи целиком. То есть не встретил ни одного, кто бы сказал от и до правильную систему управления активами целиком. Почему? Потому что я в основном слушал только русскоязычный контент, да, англоязычный я не слушал. Но я не уверен, что и там, где-то, там его очень много. Если вы будете что-то там искать, то вам дадут правильное видение проблемы управления активами целиком. То есть никто никогда не даст это. Потому что есть такие вещи, такие вещи есть в мире, допустим. Очень сложная задача. Ее, допустим, нужно формулировать целый час. Только на формулировку целый час. И потом эту задачу из тысячи гениев, скажем, решит только один и решит с большим трудом. И при этом, когда формулируют всю задачу, ему уже дадут готовый ответ, ему лишь скажут, как к нему прийти. И только один, допустим, найдет решение этой задачи. Но смысл задачи такой, что если он увидит это решение, он сразу поймет, зачем, почему, как же я сразу не догадался. Это же настолько очевидно и просто, почему он был так слеп, что я не видел этого решения до. И это как бы очень существенная проблема, особенно когда это касается управления активами, финансовой математики, биржевой индустрии. То есть первое, вы должны понять, первое аксиома, вам никто никогда не расскажет правильно. Есть ли такие люди, которые знают, как правило? Конечно же, есть. На сегодняшний момент их довольно много. В русскоязычной среде этого, естественно, нет. Есть ли эти специалисты в каких-то брокерских крупных компаниях, российских и в средних брокерских компаниях? В средних брокерских компаниях их нет от слова вообще. То есть их вообще нет от слова вообще специалистов нет. Есть какие-то исполнительные, которые что-то где-то им говорят, они это копируют, что-то делают, сами мыслить самостоятельно не способны вообще. Как обстоят дела в более серьезных структурах, в более государственных структурах? Там как бы ситуация такая, что люди обладают знаниями вне биржи. То есть они обладают огромными знаниями вне биржи, они знают информацию, которая будет там опубликована через год, через два по тому или иному предприятию в России, как оно развивается, сколько денег вложено, какие будут прибыли, как они будут разделяться. И они естественно знают какие акции в каком большом объеме покупать, чтобы на этом что-то заработать, это все согласовывается, это все согласовывается, с собственниками делится. Если ты будешь покупать недружелюбно чужое предприятие в России, тебе просто шею сломают. Там все уже как бы поделено, поэтому миноритариям там вообще делать нечего, миноритариям, да, мелким акционерам от слова вообще никогда даже частичными собственниками предприятий в России они близко не станут. Поэтому там собственно вообще на этом рынке нечего делать. Более того, на этом рынке все, что происходит за год, на американском происходит за час. А крупных инвесторов из России, они либо не лезут на американский рынок, либо их туда не пускают, либо их пускают, знаете примеры наших олигархов 10-летней давности, 15, как они миллиард долларов вкладывают в зарубежную, скажем, индустрию финансов и полностью теряют, полностью теряют. То есть дураков там не ждут, там ждут только эти деньги, чтобы значит их отобрать. Поэтому первый пункт, вы находитесь сейчас на абсолютно запрещенном секретном канале, вам повезло, потому что только тут вам расскажут, как изначально действует управление активами и как оно происходит. Значит первый пункт, вам об этом никто не расскажет, вам об этом никто не расскажет, маленькая оговорка, кроме меня. А почему кроме меня? Потому что может быть просто мне иногда становится скучно. Поэтому кто выдержал это вступление, а вступление длилось ровно 7 минут 17 секунд, то сейчас мы начинаем. Итак, первый пункт, опять же, первый пункт, все пункты будут аксиомы, их вообще смысла нет опровергать, это именно так, как оно есть. Встречается управляющий с инвестором и инвестор говорит управляющему, А какая у вас максимальная просадка может быть в процессе управления? Сразу запоминайте, первый пункт, это аксиома. Если управляющий начинает с вами оговаривать слово просадка, то есть вы его произнесли, но управляющий его пока не произнес, вы ему задаете. Если он начинает с вами разговаривать о допустимых просадках, какие возможны, какие невозможны, все, вы встали и ушли, встали и ушли. То есть вы потеряете свои деньги, потому что перед вами ряженый, шут гороховый, я не знаю, есть такие ряженые, ходят во всяких там медальках, есть ряженые генералы, есть всякие с нагайками, с шашкой, ну кого только нету, виртуальных атаманов, То есть перед вами какой-то герой комиксов, поэтому сразу вам скажем, вы не знали, вы задали этот вопрос, вы сказали управляющему, какая максимальная может быть просадка, если управляющий с вами стал дискутировать на эту тему, вы встали и ушли. То есть настоящий управляющий просто на вас посмотрит, скажет, что вы имеете ввиду, то есть такого термина у настоящих управляющих, у них вообще просто его не существует, его вообще не существует от слова вообще. То есть потому что первое управляющее, когда уже пошли под пункты, вот у него длинный очень горизонт инвестиций, если кто-то берет деньги на год и на два, вы тоже должны встать и уйти. То есть если с вами оговаривать стали слово просадка, вы становитесь и уходите. Если человек начинает, если вы говорите, у меня только деньги там на полгода или на год, да, и там на полтора, и он у вас их берет, то он не хочет вам заработать деньги. То есть если у вас короткие деньги и вы хотите на них заработать, ищите управляющего, то вы найдете только жулика, жулика ряженого клоуна, потому что уже беря на короткий срок, он под ваши деньги, так сказать, заводит неприемлемые риски. То есть потому что первый полгода, год, полтора на рынке может быть коронавирус, а потом все закончится войной, да. То есть ну я просто сугубо говорю, или отключением всех бирж в мире. То есть это не важно вообще, что может произойти, но просто если управляющий берет у вас под короткий срок денежные средства, он не управляющий, вы тоже встали, ушли. То есть первый пункт у нас состоит из пунктов А и Б. Стал оговаривать просадку, взял короткие деньги, тоже сразу все, перед вами жулье, потому что горизонт должен быть длинный, уже давно он просчитан, то есть минимально от 3 до 7 лет такой плавающий, 3, там 7, 4, 5. Только на таком горизонте может быть достигнут максимальный эффект управления. С учетом, если вы еще деньги не вынимаете, а это не приветствуется в первые 2-3 года, то проценты на проценты все это увеличивает, естественно, equity, увеличивает эффект управления и все такое прочее. Как правило, серьезный управляющий, он управляет семейными счетами Family Office, средняя некрупность, крупная некрупность, особо не влияет, но много счетов он не берет. То есть это серьезные клиенты, ограниченное количество счетов, это закрытый клуб, то есть опять же пункт 3, или там в пункте 1 аксиомы, или там АБВ, то есть пункт 3. Если вы смогли прийти к этому управляющему не по знакомству, а он вас сам как-то нашел, вы вообще должны встать и уйти, если это какое-то социальное сообщество, или еще какая-то там, не знаю, сеть, или еще что-то. То есть если просто вас не привели за руку, то уже надлежащего опыта, надлежащего имиджа финансиста, надлежащих результатов и еще чего-то в этом предложении к вам не будет. То есть пункт, если вы нашли сами, а не через там сарафанного радио, или по большому знакомству, или уже управляющих, как правило, брокерскими компаниями. Вообще выкуплены в таких фондах места для управления, вот они знают, у нас там забронированное место есть, у нас наша задача найти клиента, там скажем, от миллиона, кто-то от полмиллиона долларов, кто-то от полтора миллиона долларов ищет, кто-то от пяти. Различные схемы управления, различные задачи стоят, но как правило, понимаете, что задача это преумножение, доходность, прибыльность, стабильность, долгосрочность, ну все вот такое. То есть уже зарезервированные места, уже сами в специальной компании, агенты могут искать через надежных людей, клиентов, потому что такое управление, значит, любит тишину, но о таком управлении все знают. То есть это два таких казуса, то, что все знают, видят доходность того или иного управляющего и они хотят получать эти деньги, эту прибыль себе. Поэтому они об этом видят, но не разглашают и все эти места заняты. То есть если вы сначала пришли к управляющему, оговорили про садку, потом вы сказали, что вы хотите деньги дать на год с небольшим, на короткий срок, он взял. И третье, вы сами его нашли где-то в интернете, можете прощаться вообще в принципе со своими деньгами. Это гарантированный слив. Вот социальная сеть трейдеров Камон вам все это продемонстрировала. Вам чего только не показывали, но в жажде наживы эти управляющие были, так сказать, заинтересованы. Они, чтобы заработать себе быстрее, особенно если управляющему уже, там не знаю, лет под сраку или он до этого денег не заработал. То есть он хочет все и сейчас, он берет непомерные риски на ваш счет и вообще и все сливает. И вы еще брокеру должны. То есть все, вам конец. Потому что вы сами нашли управляющего, а не ваш секретный друг, генерал НКВД, значит, ФБР, ЦРУ, Штази, там не знаю, в одном лице. И там еще какого-нибудь, я не знаю, секретного общества масонов, меняя адреса, вас не привел на конспиративную картиру и сказал, ну все, сейчас я тебе расскажу. То есть если вас не вот так вот за руку привели, в черном мешке не посадили вас на белую лошадь задом и не провели через секретные тропы, то ну все, это 100%, вы не туда попали. То есть почему? Потому что управляющий нормальный, он и не возьмет с улицы, зачем ему в принципе люди. То есть у него может быть какая-то пиар-акция, допустим, показать, что существует это вообще в мире, что существует такое управление. Но потом все эти пиар-акции заканчиваются, потому что каждый из участников, кто к нему пришел, по 3-5 человек уже приведет за руку. И все емкости, какие можно и какие нет, они закончатся ближе в первый же там практически год управления, два. То есть люди долго не смотрят на свои счета, когда у них очень сильно они растут, не смотрят, да. Если в таком затяжном периоде управления какие-то холодные месяца года, да, вот у нас, допустим, с февраля по декабрь прошлого года был только один месяц роста, сентябрь, а все другие месяцы акции в 3-4 раза снижались. И тем не менее мы вышли с прибылью из всего этого безобразия. И все равно счета плюсуют в доллар прибыли, и доллар прибыли, она достаточно серьезная. То есть все зависит еще от умения управляющего выходить из таких моментов. Это, конечно, основной как бы фактор мастерства. Но тем не менее мы знаем три пункта. Когда мы начинаем новый пункт, мы третье повторяем. Первое, вам сказали про просадку, или вы сказали, вы это обсуждали, допустимое, недопустимое. Потом на короткий срок, третье, вы сами нашли этого управляющего. То есть, а не по какому-то знакомству, через каких-то специальных людей вы пришли к управляющему. И показывает ли управляющий стейтмент за предыдущие годы, вообще их миллион этих стейтментов, хоть за 10 лет. Мы приходим к пункту 4, что даже за последние 10 лет, если стейтмент управления показывает, не знаю, тысячу процентов годовых, каждый год, ни один управляющий вам не скажет, что вас ждет в будущем. То есть у вас все равно будет своя equity. То есть, почему это происходит? Потому что управляющему не нужны новые деньги, ему и так приводят клиентов, очень крупных клиентов ему приводят. И у него желание от какого-то там среднего клиента или еще прочего, чтобы он сам ушел. Меньше, как говорится, сменки реже, деньги те же, как говорят хоккеисты. То есть смысл в том, что он все равно, ему нужно качественно управлять и успевать обрабатывать счета. И на очень крупный счет уходит очень много времени. А он дает очень больше денег, результат. Поэтому любой счет, который не такой крупный, он в принципе управляющего вообще в принципе не интересует. Это просто дополнительная нагрузка на его как бы доходах абсолютно не сказывается. Почему? Потому что и массовости в этом продукте нет. Потому что пункт у нас пошел 5, сами запоминаете, сами записывайте. Я даже дорожку не буду к этому, так сказать, звуковому видео делать. По той простой причине. Не хотите слушать умных людей, не надо вам слушать умных людей. Значит, следующий пункт у нас проскальзывание. Не так давно меня тоже подписчик спрашивает, а что как с проскальзыванием? То есть, если вы с управляющим, он говорит, ой, вы знаете, у меня автоследование, у меня управление. Я тут дам заявку, а потом пойдет какое-то проскальзывание. Или там как я, разные Элвисы Мерламовы делают там фронтрайнинг. То есть, они против тебя торгуют. Сначала себе купят, а потом тебе. То есть, перестановят цену или еще что там делать. У настоящего управляющего такого нет. У настоящего управляющего только лимитные заявки. Только лимитные заявки по конкретной цене. Соответственно, вообще оно не теоретически невозможно проскальзывание. А потому что управляющий использует те инструменты, в котором ему хватает ликвидности. И покупает только, как говорится, именно по той цене, по которой хожу. Только лимитные заявки. То есть, вообще никакого проскальзывания даже теоретически быть не может. Пункт 6 вы все уже знаете стоп-приказа. Если кто-то говорит, а вот как вы там стоп-приказами защищаетесь. Вы просто вместо управляющего нашли просто клоуна. Не знаю, я что не знаю. Джорджа Джокера вы там нашли. Но просто если вообще я в каком-то управлении. Ну, поймите вы, нету их стоп-приказов. Вообще их не существует. Потому что ты анализируешь отчеты компании. И ты ставишь уже ставку на то, что эта компания не сбежит. А потом ты делаешь какой-то набор позиций. Может быть полгода очень долго. И потом ты ставишь ставку, сколько тебе рисков обрезать. Когда подойдет там где-то к твоей средней цене. То есть, сколько ты будешь резать рисков. То есть, управляющий просто режет риски. А и режет он их на росте. На росте цены. Вот на чьи вот хороший вам пример. Вот начался рост в Nordic American Tankers в нашей компании. Которая нас изрядно в этот год потрепала. Снижившись в 4 раза. Там в 3,5. И на росте, когда управляющий выходит из покупок. Сокращая позиции. Он режет риски. То есть, где бы ни была акция вверх. Он режет риски. Потому что у него становится больше кэша. Следующий пункт. Не знаю какой он уже по счету. Наверное шестой. Это все, что касается реального управления. Сегодня сводится к стратегии мощность покупки. То есть, на счету всегда есть кэш. 20%, 80, 50. То есть, все идет от кэша. Не то, что плечи ты не используешь. Всегда есть кэш для того, чтобы купить акции по лучшим ценам. Если вдруг какие-то из инструментов отслеживания, а их много. Иначе управляющий увидит. Поэтому есть кэш. Если кто-то при этом говорит. А как же у нас неэффективное использование денег. Или неэффективное инвестирование. То этот человек просто пустышка. Он, конечно, может в каком-то университете поучился. Я не знаю в какой школе экономики ему рассказали про неэффективное инвестирование. Но компания может стоить 8 долларов, а через месяц 2 или 3 доллара. И если у нее причины не путь к банкротству, а просто там сказать в моменте упала прибыль. Или в моменте что-то продали-распродали. Или в моменте они, так сказать, что-то переформатируют. Но если там не светит банкротством, ты смотришь сколько эта компания стоит по железу. То тебе нужно ее купить, чтобы заработать. И там высока вероятность заработки и заработка. И если есть слово вероятность какая-то, математическая вероятность в вашем дискуссии с будущим управляющим, тоже бегите. Потому что никакой вероятности не существует. Просто ты купил акцию дешево и смотришь сколько она стоит по остаткам, если сегодня компанию распродать. Все. Ты делаешь ставку и настоящий управляющий вам всегда скажет, что любая компания может с рынка сбежать. Любая. У которой до этого ты изучал прекрасно 5 лет только прибыльные отчеты, большая прибыль, миллиардная выручка, чистая прибыль, составляет в год миллиард. И эту компанию могут обанкротить в течение полугода. Сами себя предварительно в сговоре, через суд вообще нет проблем. Поэтому если кто-то будет говорить, что у нас там высоконадежные инструменты, это они сегодня высоконадежные, а через 3 минуты, когда вы вышли из кабинета, они уже не высоконадежные. Поэтому у нас все решает только математика, только финансовая математика, только пропорциональный трейдинг, только коэффициент усиления сложного процента, только пропорциональный коэффициент и все. И только один обмен акций на других и анализ акций только по отчетности, причем не через какие-то серверы популярные, где там все красиво с запозданием рисуется, а именно первичка. С сайта компании взяли отчет, финансово изучили, посмотрели, поняли обязательно, что это за бизнес компания. Если вы не разбираетесь в бизнесах, то не лезьте. Если вы не разбираетесь в биотехнологиях, то и не покупаете эти компании. Понимаете энергетику, транспорт, там еще стройку, аренду. Вот туда лезьте. Там смотрите отчеты, если вы отчеты понимаете и понимаете, что эту компанию ждет в будущем, то на вашей стороне уже есть перевес. То есть вы прекрасно понимаете, будет эта компания развиваться или сдохнет. Поэтому вы от каких-то уровней серьезных берете и уже дальше управляете только позицией. То есть вся работа управляющего это очень рутинная работа. И ее нет смысла обсуждать, она всегда одинаковая. То есть это управление позицией на хорошей коррекции, на снижении. Покупаем, делаем самую лучшую, среднюю. Как правило, она всегда равна рыночной цене или где-то рядом. На росте максимум удерживаем позицию до каких-то переоцененных величин. Когда, допустим, флот транспортный стоит в 10 раз дороже, чем корабли. Да, все, компания оперится. На любом случае уходите, ждет ее коррекция. То есть вот такой смысл. Есть еще миллионы разных факторов, таких как дивидендная поддержка компании, реинвестирование. Или там первый удачный вход. Вы там вошли, допустим, 10-7 лет в какую-то компанию по 10 долларов. Сейчас она стоит 100 и, допустим, платит 20 долларов дивидендов или стоит 100, платит 10. То есть вам платят на то, что вы вложили каждый год 100% и уже вы получили 10 своих мощностей. То есть вы можете 5 мощностей закрыть, забрать деньги на остальные 5, еще получать те деньги в акциях. То есть на количество акций снизится у вас, конечно, процент дивидендов, но он будет огромный. И вы должны мгновенно в голове считать, что если было 10, стало 100, платят 10% дивидендов. И вы закрыли 5 емкостей, у вас осталось 5, то вы получаете 50% на то, что вложено, что вы остались. Можете меня проверить. То есть у вас должна примерно на вот этом элементарном уровне голова работать. Если я ошибся тут, ничего страшного. Я вам рассказал это все в теории и в любом случае, применяя на практике, вы возьмете калькулятор там, где нужно. И вы себя подправите этим калькулятором. То есть дивидендная доходность, дивидендная поддержка и правильный вход всегда приводят к тому, что в портфеле остаются. Если вы пришли в управление на 10 лет, если у вас семейный офис, если вашу семью обслуживает там, допустим, управляющий, он еще там 3-5 семей крупных обслуживает. И у вас все хорошо, то у вас половина портфеля забита акциями, которые куплены, давно выросли, давно сокращены. Они остались, дивиденды хорошие, дивиденды капают, их реинвестируют. Или у вас уже составен график, выше которого потолка вы должны все деньги забирать и просто, и жертвовать их, больницы строить. Не знаю, кому что, стадионы строить, что-то там еще, какие-то же школы для одаренных детей оплачивать. В общем, вы должны куда-то эти деньги пристроить, потому что 10-я яхта, поверьте, мне ваш ангар, крытый на 9 яхт, не влезет. То есть, ангар на 9, а яхта 10. Вы же не будете ее там зимой и летом, чтобы с нее лак слазило, грубо говоря, держать под солнцем. Поэтому вот такие проблемы тоже присутствуют. Как бы, то есть, все в этом плане хорошо, естественно, управление не предусматривает шорт, это вообще... То есть, кто говорит, мы работаем, если рынок будет падать, мы будем все равно зарабатывать. Значит, мы работаем в две стороны. Это вообще просто. Этого человека, не знаю, ну, пристрелить это мягко сказано, но нужно, не знаю, плюнуть ему в глаза, предварительно не забыв надеть ему очки, да. Такая, слушай, ты прошел просто вон отсюда, что ты несешь? Какой ты в две стороны работаешь? Далее, мифы. Говорят, вот крупные фонды, они хеджируются и прочее. Там опционы созданы, чтобы они хеджировать и прочее, прочее. Это такое есть, есть такой средней образованности пласт, который может что-то там, где-то в этом немножко переуспел и вертится в районе отрицательной доходности. На самом же деле опционы все-таки служат, чтобы там те, кто нужно зарабатывал, зная, где будет этот опцион, в какой момент, и тонким рынком акций где-то, или большими своими возможностями своих компаний, переставят вам цену, делают вам аспирацию, аспирацию как надо в нужный день, и вы потеряете все свои деньги. То есть, профи никакими, понятно, опционами и близко не хеджируются. Просто есть еще такой момент, то есть, есть просто опцион, если ты используешь как направленную сделку, смотришь, он стоит очень дешево. И там будет, типа, ставка на то, что будет эта акция через полгода, там, в 3-5 раз дороже. Тогда ты берешь этот опцион за копейки. Скажем, ты вложил 1000 долларов в то, что если акция вырастет на 3 доллара через полгода или на 5, то ты получишь с этого, как будто ты вложил, там, не знаю, 100 тысяч долларов в эту позицию. При этом у тебя нет никаких рисков, и ты не платил комиссии. То есть, ты там, в принципе, ну, есть, конечно, счета, которые совсем практически, там нет комиссии, но тем не менее. То есть, ты понимаешь, что это примерно сумма твоей комиссии, там, за вход-выход. Но, если будет такая цель, то ты заработаешь просто, как будто ты вложил несуществительные туда деньги. То есть, а, ты не привлекаешь денежные средства, не отвлекаешь их от, там, дивидендных акций, где каждый квартал, там, тебе влачиваются дивиденды. И ты просто можешь сделать такую ставку, если у тебя уже много денег, много, хорошо. То есть, только вот так можно использовать опционы. И если ты не угадал, все пошло в обратную сторону, ты знаешь, я конкретно потеряю эту сумму. Все, больше. И для чего, значит, у нас опционы не нужны. Далее. У, так сказать, управляющего есть определенные сектора, определенное количество инструментов. Их может быть и 100, и 150, активных будет не больше 50, потому что управляющий, он незаменим. То есть, он никому никогда не сможет передать эти свои навыки, потому что это персональный скилл такой абсолютно. Такие качества, которые просто вырабатываются. И именно вот ежедневная работа с 10 до 2. С 10 до 2 управляющий торгует, изучает отчеты, следит непрерывно за рынком, знает все этих акций, знает их бизнесы. А главное, что, ну, там, как бы, за 5 часов до основных торгов он уже может сделать сделку, которая принесет тебе деньги. И сделать сделку через 3 часа после основных торгов, которые тебе принесут сделку. И на вне биржевых торгов, на предторги и постторги уже приходится управляющий, ну, от 40 до 60% всех выгодных сделок. То есть, это уже точно такой же рынок, как и основные торги. То есть, если какие-то брокеры предоставляют, или управляющий ходит на работу в офис, просто ходит на работу в офис, а потом из офиса уходит, вы просто бегите от такого управляющего. Он вам никак деньги не заработает в современных реалиях, потому что человек не должен спать до 2 часов, вообще просто работать. Потом быстренько поспать и уже с 10 начинать на всех гаджетах делать сделки с 10 утра. То есть, это целый процесс, который не прерывается, то есть, ни на секунду, ни на попитие чая, кофе, ни на чего. То есть, то всегда в процессе. Всегда в процессе. Поэтому, если это какой-то офис, где люди приходят на работу, уходят и говорят, мы будем там заранее заявки выставлять. И как бы мы будем следить за вашим счетом, то это сильное снижение качества управления. Просто вы ощутите это на плохой доходности, на плохих. Потому что даже нахождение с 10 до 2 на полном контроле, и то бывают тяжелые времена, потому что сейчас на рынках массы турных денег, которые ходят. То есть, у нас уже есть отчет по 3 дня лежит, его все знают, какой он будет. А потом рынок очень сильно реагирует на строчку в Блумберге. То есть, до такой тупости уже опустились профессиональные, значит, управляющие крупных фондов, владеющие большими и огромными средствами, миллиардами, десятками миллиардов и деньгами. Почему? Они не успевают отслеживать огромное количество массив информации. Поэтому частные информации, эти управляющие, которые у них менее миллиардов долларов, десятки миллионов, допустим. Ну, где-то, может, под сотню, они намного эффективнее, потому что у них есть время на это обрабатывать информацию. Ну, и смысл в том, что качество, конечно, снижается с добавлением каждого нового инструмента. Нужно про старый забывать, потому что нужно очень качественно это все анализировать. То есть, тут не только количество клиентских счетов сильно влияет на качество, то есть, ты должен успевать их обрабатывать, но и количество используемых инструментов должно соответствовать твоему уровню поглощения информации. Ты должен успевать эту информацию поглощать, оперировать и анализировать, то есть, свободно не ориентироваться, понимать, о чем она. А, ну, если ты уже торгуешь какой-то компанией и уже нет времени у тебя анализировать ее отчеты, то рано или поздно в этом инструменте может что-нибудь произойти. Ну, я вот вам на полчаса сделал лекцию, многие пункты вам повторно перечислил, про многие снова рассказал. Такая легкая лекция для прослушивания в автомобиле. Всего доброго, спасибо за внимание. Спасибо за внимание.